Производственные активы телевизионщиков это микрофон, телекамера, штатив, ну а в редакции это компьютеры, на которых производится монтаж и выдача эфира. Но если смотреть на предприятие, то здесь производственные активы это сотни, если не тысячи единиц оборудования, задействованные в технологическом процессе. Оборудование, как за ним ни следи, все равно со временем изнашивается, и что самое неприятное, может внезапно ломаться. Ремонт, замена того или иного узла агрегата требует зачастую остановки всего технологического процесса на какое-то время. А если говорить словами производственников, получается простой и риск невыполнения плана. В общем, чтобы таких форс-мажоров не происходило, лучше их заранее предотвратить, выявить дефекты и принять меры. Для этого в компании Уралкали реализуется проект управления надежностью производственных активов, и в его рамках внедряется новая система наблюдения и контроля за техническим состоянием оборудования. Сперва эта инновация была внедрена и обкатана на БКПРУ-4, и вот уже больше года система работает на фабрике первого соликамского рудоуправления. Благодаря внедрению системы мы своевременно видим и определяем слабые места оборудования и узлов, вовремя принимаем решения по их устранению и обеспечиваем надежную работу сильнейтообогатительной фабрики в целом. Сейчас наглядно покажем, как это все работает на практике. Главным специалистом по надежности назначили Виталия Щепина. На тот момент он отработал 18 лет в компании, из них 11 лет на фабрике механиком. Опыт и знания процессов внушительные. В его команде три инженера по надежности, тоже мастера своего дела, и каждый выполняет свои функции. Технологи регулярно осматривают свой участок производства и задействованное в нем оборудование. А раз в смену берут на осмотр и смартфон со специальной программой, куда заведена информация про все возможные неисправности подопечных механизмов. При прикладывании смартфона к установленному на оборудование электронному чипу, смартфон понимает, какой конкретно актив осматривается в данный момент. После этого технолог регистрирует результат осмотра. Там отражается, как называется, единица оборудования, в работе она либо остановлена, необходимо обязательно это указать. И тогда необходимо перечислить те замечания, которые на данный момент присутствуют на оборудовании. А если замечаний нет? Если замечаний нет, то мы просто подтверждаем обход оборудования, они горят зеленым цветом. При осмотре технологи также делают замеры температуры и вибрации при помощи компактного переносного прибора. При этом результаты измерения автоматически передаются через блютуз в смартфон. После выполнения маршрута осмотров, смартфон передает через Wi-Fi информацию о техническом состоянии на компьютер, к механику, энергетику и специалисту по диагностике. На компьютере я сразу вижу замечания, они все в списке, плюс возможность сразу фотография, прям в реальном времени, как она была, чтобы я увидел, принял решение, как устранить данные дефекты линии палаты. Ну а на компьютере главного специалиста по надежности всегда есть актуальная информация по состоянию производственных активов. Свежая статистика по обходам оборудования, устранению замечаний и ремонтам, уже проведенным или запланированным. В настоящий момент у нас в системе задействовано 506 активов, это активы из сельвенитовой и корнолитовой обогатительных фабрик. В нее входят насосы, конвейера, шнековые растворители, сгустителя. Мы продолжаем собирать информацию, накапливать ее, и для того, чтобы потом ее анализировать и с ней продолжать работать. А это значит, вероятность остановки производства удобрений из-за внезапных поломок будет снижаться. Накопленным за год с небольшим опытом работы в проекте управления надежностью производственных активов, команда Виталия Щепина уже делится с коллегами 2-го Соликамского рода управления. В планах на будущее распространение системы иноэнергетическое оборудование, прибор автоматизации. Это все поможет продлить жизнь оборудованию и более грамотно использовать ресурсы на ремонт и техобслуживание. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль ТВ.